Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема круг, сектор, сегмент. Давайте дадим понятие круга. Сперва, что такое круг. Окружность вместе со своей внутренней областью называется кругом. Часть окружности, которая остается между двумя радиусами, называется сектором. Упишем этот сектор. Давайте вспомним, что такое радиус. Радиус – это линия, которая соединяет с центром окружности любого точки, которая находится на этой окружности. Вот когда… Вот это называется сектором. Вот я выделила сектор АОБ. А теперь перейдем, дадим понять, что такое сегмент. Область круга между хордой и дугой называется сегментом. Вот это наша хорда ААБ, а это наша дуга. Вот эта часть называет сегментом, эта часть тоже называется сегментом. Вот хорда 9, это большая дуга, а это наша маленькая дуга. Хорда делит нашу окружность на две части. Вот это один сегмент, а это другой сегмент. Я здесь тоже поедила. Вот ААБ – это сегмент. Задание номер 2. Кембер из пеклатор и разделила его на части. Сектор 1. Одна часть соответствует центральному углу 35 градусов, другой углу на 25 градусов больше. Найдите величину центрального угла, соответствующую третьей части. Значит, вот кембер из пеклатор разделила на три части. Первая часть, вторая часть и третья часть. Нам дали первую часть. Это 35 градусов. Бывает, что вторая часть на 25 градусов будет. Что делаем? Есть 35 плюс 25 градусов. Это будет 60 градусов. Значит, вторая часть на 60 градусов. Вот мы нашли две части, чтобы найти все это, мы что делаем, и чтобы найти третью часть. Все, я же говорила о прочность 360. Из 360 отнимаем сумму первой и второй части. 360 минус 95, и это будет 265 градусов. Значит, третья часть будет вот эту 265 градусов. На сегодня все. Спасибо за внимание.